Немножко больше мы с вами здесь были, смотрели, понимали, что в любом случае нам уже необходимо двигаться вперед. Я говорил о том, что в течение месяца мы с вами все-таки откроем данный приют для бездомных животных. Вот сегодня рабочая поездка, увидеть то, что сегодня происходит на данной территории. Я думаю, что процесс уже начат. Я надеюсь, что со временем мы эту проблему решим. Почему со временем? Потому что я реально понимаю, и депутатский корпус понимает, и работники исполкома о том, что в любом случае это не так быстро. Для того, чтобы стерилизовать и очень быстро сделать этот процесс, нам необходимо порядка девяти операций в день проводить. К сожалению, на сегодняшний день это нереально. По одним подсчетам у нас порядка полторы тысячи бездомных животных. Это репродуктивные так называемые животные, тысячу двести. Но по другим данным это порядка трех тысяч. Поэтому я думаю, что этот процесс затянется как минимум на полгода и год. Ну и, соответственно, хотел бы просить депутатов городского совета о том, что нам необходимо еще выделение средств. Тех средств, которые есть сегодня предусмотрены для данных операций. Это порядка двухсот пятидесяти тысяч. Их не хватает. При пересмотре бюджета за первое полугодие мы предусмотрим еще дополнительные средства. Я уверен, что депутатский корпус за это проголосует. И, соответственно, будем дальше решать проблему бездомных животных, которые у нас находятся в городе Никополь. Кроме этого, хочу сообщить о том, что уже на коммунальное предприятие МЖТИ обратились города Марганец, город Аржаникидзе о том, что они готовы тоже участвовать в данном деле. Они готовы платить деньги за стерилизацию животных. То есть мы с вами говорили тогда о том, что мы будем делать с вами, когда наши животные все будут уже стерилизованы. Соответственно, вот уже сегодня есть выход из ситуации. То есть их будет больше. Город Марганец и город Аржаникидзе подключаются к программе, которая есть. Ну а теперь я думаю, что руководитель коммунального предприятия МЖТИ Владимир Георгиевич нам расскажет немного более подробно. Значит, уважаемые присутствующие, работу мы начали где-то 27 числа. Будем так говорить, сделали пробный выезд на ловлю собак. До этого провели работу о том, чтобы найти специальный инвентарь для этого ловли, чтобы вылов собак оказался нежестоким, то есть более гуманным. Приобрели специальное ружье, которое я вам потом покажу. Оно пружинное, которое стреляет многоразовыми шприцами со снотворным и усыпляет собаку для ее дальнейшей поимки. Приобрели сеть, в которой можно брать эту собаку и заносить как в автомобиль, так и потом из автомобиля в клетку, если собака приходит в себя более-менее, чтобы она не покусала работников. Значит, ну первый выезд у нас был осуществлен, было выявлено, не поймано трое собак. Всего лишь, надеялись, конечно, на большее, но собаки в сворах, когда первую только хватаешь, свора вся разбегается. И дальше ее пока поймать невозможно, потому что для этого нужны немножко другие спецсредства. Мы уже сейчас консультируемся с теми городами, как Харьков, Кривой Рог, Донецк, Днепропетровск. Значит, о том, чтобы, как у них, то есть какие средства еще нужны для того, чтобы увеличить количество отлова в день. Ну и опять же, в связи с тем, что врач у нас находится по договору, он более чем пять операций на сегодняшний день в день проводить не может. Потому что у него есть, ну как, своя основная работа, и эта работа, которая здесь, он выделяет нам просто время. Значит, ну, сам приют, как вы видите, мы содержим в полном порядке. А, забыл сказать, что для того, чтобы вылавливать собак, мы, кроме того, что купили специальные средства, мы нашли, будем так говорить, человека, который дал нам в аренду автомобиль для перевозки этого, этих животных. Договорились с ним, что автомобиль он нам дает, ну, почти безвозмежно за рубль под эта аренда. И достаточно, будем так говорить, автомобиль, вы можете потом его увидеть, он, можно в нем перевозить собаки, он не мешает этому всему, то есть более комфортно. Значит, ну, кроме того, мы столкнулись со следующей проблемой, что, так как, ну, немножко неправильно были сделаны клетки для содержания собак, пришлось их чуть-чуть доделывать. Ну, внутри оббили железом, я потом все покажу, где, где, чего, как сделали, потому что некоторые клетки просто не выдерживали, двери не то, что не выдерживали, собаки проскакивали в те промежутки, которые есть внутри дверей, потому что крупная собака нет, мелкая проскакивает свободно. То же самое мы пытаемся это все устранить своими уже средствами. Ну, вот, в принципе, так. Когда ловим собак, привозим их сюда, отлов мы производим где-то начиная с рассвета, ну, а сейчас это около 4 утра, заканчиваем отлов в 8, для того, чтобы, ну, будем так говорить, не травмировать ни жителей города, ни детей тем, что идет отлов собак. То есть, пытаемся ловить в тот момент, когда жителей как можно меньше в городе. Привозим их сюда, привозим их сюда, здесь они сутки отходят после снотворного, которое им вкололи, и на следующий день уже производим врач операций. Значит, ну, операции достаточно, получается, в деньгах емкие, то есть, от 450 до 750 гривен, это только на то, что уходит на операцию. Почему такая разброс? Разница только в том, самка это или самец. Ну, то есть, самцу намного дешевле входит операция, чем самке. Ну, и дальнейшее пребывание здесь их, и ставим чип, естественно, на ухо собаке, вешаем чип номерной, и здесь дальше собака дней 5 проходит, еще здесь, как период реабилитации, и когда мы видим, что она уже готова к тому, чтобы ее выпускать, мы, естественно, выпускаем. На сегодняшний день у нас здесь находятся 12 собак, из них прооперировано 8, 3 собаки еще ждут, будем так говорить, сегодня должна быть операция, мы ждем приезда врача. Все 8 уже прочипированы, мы готовы завтра часов в 10 в районе парка Победы, перекресток Херсонская-Шульгина. Первых трех собак мы будем выпускать, которые уже здесь пробыли весь, ну, нужный час. Кормим мы здесь два раза в день, кормим сухим кормом, значит, два раза в день это в 8 и в 18. Постоянно здесь убираем штатом, который здесь у нас есть. Штат у нас здесь, так, небольшой, но на сегодняшний день для такого количества собак достаточный, то есть, это 4 охранника, которые охраняют эту территорию. Есть два ловчих, они же, каждый из них водитель, то есть, может сесть за руль автомобиля тот или другой, и начальник этого участка. Ну, вот, в принципе, вкратце. Утильзм.